Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васенин. Подошла к концу не только рабочая, но и спортивная неделя. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! В догонку к ушедшей наконец-то зиме новость из мира лыжных гонок. На чемпионате России состоялась гонка на 50 километров. По ее итогам воспитанники Саровской с Дюшор Атом завоевали две медали. Артем Мальцев завоевал первое место, Петр Седов поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Напомню, что это не первая медаль Саровчан. Ранее на пьедестал почета поднимался Анастасия Седова и Ольга Хлопотина. 1 апреля завершилось первенство России по бадминтону среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. За главный трофей соревнований боролись почти 50 ребят из различных регионов страны. По итогам соревнования Саровчанам удалось завоевать пять наград. Павел Кудашкин занял третье место в мужском одиночном разряде и смешанном парном разряде. Арсений Кудашкин поднялся на вторую ступень пьедестала в смешанном парном разряде. Кроме того, ребята завоевали бронзовую награду в парном разряде. Также в парном разряде третье место заняли соревнования Андрей Тачилин и Дмитрий Телемнев. Благодаря этому успеху Арсений и Павел Кудашкин обеспечили себе путевку на первенство Европы, которое пройдет в этом году в Словакии. 30 марта в Перми прошли 11-е всероссийские соревнования по плаванию на призы заслуженного мастера спорта России Владимира Сельникова. В соревнованиях приняли участие 280 пловцов из различных регионов Российской Федерации. Воспитанник тренера-преподавателя Романа Розенкова Александр Бикетов достойно выступил на дистанции 100 метров вольным стилем и с результатом 59 секунд 21 сотой занял 9-е место среди более чем 80 спортсменов. Еще одна хорошая новость из стана пловцов. Гордей Барзанов стал призером соревнований по плаванию Олимпийские горизонты, которые прошли в Нижнем Новгороде. Воспитанник Дюшикар стал серебряным призером на дистанции 50 метров брасом. Занимается матчик у тренера-преподавателя Виктории Шалыгиной. 1 апреля в Муроме Владимирской области состоялся традиционный 26-й межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Муромские встречи». Воспитанницы отделения художественной гимнастики Дюшикар достойно представили наш город. В групповых упражнениях команда конфетти стала серебряным призером соревнований, бронзу завоевала команда кокетки, на четвертом месте забава. В личном зачете юные гимнастки смогли завоевать еще 8 наград различного достоинства, и это потрясающий результат. В Ледовом дворце состоялся турнир по хоккей-шайбе среди младших юношей 2009 года рождения. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Снежинска, Лесного, Заречного и Сарова. Как оценили организацию турнира «Гости» смотрите в нашем следующем репортаже. В прошлом году подобный турнир принимал на своей земле Обнинск. Там саровчане показали высокий уровень подготовки, и в этом году пригласили всех к себе в гости. Еще до первого свистка судей и ребята, и тренеры приезжих команд смогли по достоинству оценить гостеприимство саровчан. Нам сделали экскурсию, провели по памятным местам, рассказали о истории города, о истории церкви, храмов. Ребятам очень понравилось. Турнир закрытых городов можно считать товарищеским, но готовиться к нему ребята очень серьезно. Если наши спортсмены могут позволить себе заниматься хоккеем практически круглый год, то у приезжих команд все обстоит значительно сложнее. У Лесного лед есть всего 4 месяца в году, а Снежинские волчата занимаются в фоке, у которого крыша надувная. Поэтому Саровская ледовая арена произвела на них неизгладимые впечатления. Первое впечатление, наверное, арена какая-то все-таки, она немножко своеобразная, я имею в виду, в плане строения. То есть, если у нас это надувное сооружение, надувная крыша, у вас это полноценный дворец, и уже совершенно по-другому все это выглядит. Проходил турнир по круговой системе, где все играли со всеми. И, как отметили организаторы для юных хоккеистов, подобные встречи очень ценны. Они помогают не только проверить свои силы на ледовой площадке, но и позволяют получить нужный опыт перед тем, как придет время играть в официальных турнирах и матчах. В этот раз лучшими стали хоккеисты Снежинска, второе место заняла команда из Сарова, и бронзовые награды достались ребятам из Леснова. 1 апреля состоялся первый финальный матч плей-офф первенства области по хоккею среди мужских команд 1-й лиги Нижегородской области. Хоккейные клубы Саров Инвест и Сеченова провели поединок на нейтральной территории в Ардатове. О том, кто победил и как прошла встреча, смотрите прямо сейчас. Первый матч финальной серии игры между Саров Инвестом и Сеченовым начался без раскачки. Уже на второй минуте счет открыли сеченовцы, но саровчане тут же отыграли гол. Атаки команд не всегда проходили по правилам, и за неспортивное поведение арбитры отправляли на скамейку штрафников игроков обеих команд. Первый период закончился со счетом 6-5 с пользу хозяев и показал, насколько напряженной, дерзкой и зрелищной может быть финальная игра. Команда как бы не подарок нашим, но я думаю, наши одолеют это, за что мы и будем болеть. Команда играет очень собрано, и наши много пропускают и много забивают. Резко начали, и счет идет, ровный почти. Интересная игра, забивает много и наши, и противник. Желаем нашим победы. Хотя мы и верим в нашу команду, но все-таки прекрасно понимаем, что команда Саров все-таки она более такая, посильнее. Открытый хоккей, команды не замыкаются в обороне, не закрываются, игра идет от ворот до ворот. Думаю, что хоккей зрелищный, и болельщикам он очень приятен. Команды очень сильные, обе команды друг друга не уступают. После перерыва игроки вышли на лед более собранными, играли осторожнее и уже не допускали неспортивного поведения. Саровчане скорректировали тактику игры, но хоккеисты Сеченовы оказались сильнее. Во втором периоде на четыре заброшенных шайбы Саров Инвеста ответил только двумя. Ребята, мне кажется, немного перегорели, не выполнили ту установку, которая от них требовалась. Побежали вперед, забивать голы, но наткнулись на контратаки, и из-за этого небольшой мандраж пошел. Заключительный период стал самым драматичным отрезком игры. Нервное напряжение чувствовалось и на льду, и на трибунах. Атаки обеих команд были безуспешны. Только на седьмой минуте Саров Инвест пробил защиту соперника и сравнял счет. Отвечая голом на гол, хоккеисты показали, что на льду встретились достойные соперники. И буквально за полтора минуты до окончания матча Саров Инвест забивает победную 12-ю шайбу. Игра была очень живая, интересная, особенно для болельщиков. Скоротечная, быстрая, комбинационная. В общем, игра понравилась как зрительным, так и мне тоже понравилась игра. Счет первого матча 12-11. Хоккеисты продолжат борьбу за звание чемпиона первой лиги 7-го апреля в Сеченово и 8-го апреля в Сарове. Начало игр в 13.00. Но после игры спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение за участие в матче незаявленного игрока засчитать клубу Сеченово техническое поражение 0-5. В эти выходные нужно с пользой потратить время и заняться спортом. Можно отлично покататься на коньках, правда они уже не на свежем воздухе, а в помещении массовое катание в Ледовом дворце начнется и в субботу и воскресенье в 8 вечера. Также в эти выходные пройдут вторая и третья игры финальной хоккейной серии матча областного чемпионата. 7 апреля ХК Саров Инвест проведет игру на выезде, матч обещает быть жестким и зрелищным. А 8 апреля в 13.00. Болельщиков приглашают в Ледовый дворец. И в случае двух побед в эти выходные хоккейный клуб Саров Инвест заберет чемпионский кубок. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока!